Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами я, Мила Тарасевич. Сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, как не заскучать в декрете. Создатель и идейный вдохновитель книжного клуба по интересам Мамбукс Оксана Акильева. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Оксана, для начала хотелось бы узнать вообще, как у вас родилась идея создания такого клуба. Идея родилась вместе с моей дочерью, которая тоже родилась. Ну, на самом деле, так получилось, что после рождения ребенка я столкнулась с тем, что я ничего не знаю. Я ничего не знаю о материнстве, я не понимаю, как кормить, как укладывать спать ребенка, как воспитывать, вообще что делать. И я стала очень много читать. Ну, до этого, да, читала, но до этого были там какие-то художественные литературы, еще что-то. А здесь я прям стала читать специализированную литературу про материнство. И у меня сформировался такой багаж знаний, я не знаю, как это назвать по-другому. И в какой-то момент я почувствовала, что мне нужно теперь его кому-то передать, отдать, поделиться этим багажом, потому что, ну, я понимала, что я не одна такая, которая вот столкнулась с какими-то проблемами лицом к лицу. Да, с этим, наверное, сталкивается каждая мама, которая впервые становится... Да, которая рождается первенец. Тут еще проблема в том, что если раньше мы могли опираться на опыт наших мам, просить советы, то сейчас есть же тенденция, ну, не то, что тенденция, а сейчас мы принципиально по-другому воспитываем детей, и подходы к воспитанию, да, не знаю, образованию и прочему, все это поменялось. Это не... Это совсем не то, как нас растили, воспитывали. И даже там моя мама, моя бабушка, которая была всю жизнь заучим школы, педагогом хорошим, она... Они не могли по таким квалифицированным советом со мной поделиться. Я понимала, что как бы все не то. Мне нужна какая-то более новая информация от современных детских психологов, не знаю, педагогов. Вот. И в какой-то момент я поняла, что, ну, это вот у меня получилось читать много. А ведь есть мамы, которые настолько загружены бытом, детьми, и, возможно, у них нет этого шанса. И я думала, почему бы не рассказать им тогда то, что я уже прочитала, то, что я знаю. И я не старалась, ну, как бы сделать из себя какого-то эксперта в каждой области. Я на каждую встречу своего книжного клуба приносила книгу и говорила, сегодня мы обсуждаем это. Здесь написано, что вот так. То есть это не было, что там, я считаю, да. Это именно... Каждая встреча была по какой-то книге. И постепенно, постепенно это из таких каких-то просветительских встреч, это переросло в такую качественную тусовку интересующихся и интересных мам с детьми, где мы уже просто встречаемся, обсуждаем и детскую литературу, и художественную литературу мы стали обсуждать. Приглашаем каких-то уже теперь экспертов тоже в области, в разных областях. Вот. У меня есть тоже моя соведущая, и мы вот вместе работаем над нашим книжным клубом уже полтора года. А как о существовании вашего клуба узнают вот мамочки, которые к вам приходят? Ну, вообще сарафанное радио. Это лучшее, наверное. Какие бы ни были, мы сейчас живем в эпоху социальных сетей, рекламы, СМИ, поскольку у нас бесплатно, бесплатный наш клуб. Мы как бы не получаем деньги, мы не тратим деньги на рекламу, то мы надеемся на сарафанное радио. Очень много мам, которые к нам приходят, и им нравится эта идея, они остаются, потому что это, во-первых, кружок по интересам, куда тебе... Ты можешь прийти с ребенком, и мало того, что ты будешь занят интересной беседой, то твой ребенок... Еще дети между собой. Да, они уже тоже все там перезнакомились, передружились. Поэтому вот так, сарафанное радио. Ну, и социальные сети, конечно. У нас есть своя страница в Инстаграм. Ну, и из личных наших страниц тоже узнают. Прошло полтора года. Помните ли вы свою первую книгу и вот первый такой вот урок? Первая книга была очень такая тяжелая, я бы сказала. Это книга, которая называется «Мама на нуле», издательство «Самокат». Мы приглашали даже автора этой книги к нам сюда на встречу. Встреча проходила в Одинцовской библиотеке. Пришло очень много мам. И мы тогда поняли, насколько эта тема актуальна вообще в нашем обществе. Потому что книга не про воспитание, на самом деле, была. Не вот про все то, что я сейчас перечисляла. Книга была про то, как бывает мамам плохо. Это такой сборник историй, честных историй от вполне реальных мам, которые поделились своими эмоциями, своими переживаниями. Вот они родили детей и что они чувствовали. После родовая депрессия. Да, на самом деле, там больше историй про то, как было тяжело, про то, как было плохо. Без вот этого вот, как бы принятого в обществе радости от детей и так далее. И вообще сама по себе книга, она такая достаточно революционная, потому что не принято об этом писать, не принято об этом говорить. Больше позиционируется всегда материнство как очень радостное, такое какое-то хорошее событие. Но ведь часто действительно женщина бывает и тяжело, и грустно, и плохо, и одиноко, и там буря мыслей, эмоций может быть. И книга вот об этом, и пришло так много мам об этом послушать, и мы тогда поняли, что не хватает мамам вот этой поддержки. Причем у нас в Одинцово существуют какие-то такие организации для мамы и так далее, но все-таки мамы разбиваются вот такими стайками, где про что. Здесь вот было тепло им конкретно про это. Я вижу, вы нам принесли очень много детских книг. Да, расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы еще практикуете такую некую книготерапию. Да, есть такое. Расскажите, пожалуйста, про это. Конечно, с рождением ребенка, когда я стала читать и выбирать детские книги, я тоже поняла, что это не очень просто, потому что рынок достаточно большой, выбор огромный, и так легко потеряться в этом многообразии. И часто мамы, они не могут выбрать. Они берут одну книгу, вторую, они не понимают, хорошо, это плохо. Они видят иностранные фамилии и имена. Они не воспитывались сами на этих книгах. И в итоге мамы отбрасывают современную литературу и возвращаются к русским народным сказкам, к фольклору, к Пушкину. Я не говорю, что это плохо, просто к тому, что им известно. И они точно знают, что вот чтением такой литературы они не навредят. И да, я стала сама разбираться в детской литературе, тоже, конечно, методом, как говорится, проб и ошибок. И я очень часто там у себя в Инстаграм выкладываю или просто на встречах того же мамбукса я приношу детские книги, я рекомендую какие-то детские книги. И мамы стали обращаться за советами. Они называют возраст ребенка. Или, может быть, какая-то проблема, которая у ребенка прослеживается в поведении. И говорят, какой книгой можно скорректировать эту проблему? То есть, как вы правильно заметили, это книга терапии. Есть такая... Это не наука, конечно, но такое направление. И я хочу сказать, что я вижу, что это работает. И на примере моей дочери, и на примере других мам. Я слышу много положительных отзывов. Они говорят, спасибо, вы порекомендовали, это помогло. Мы с ребенком прочитали, он понял, мы больше так себя не ведем. Ну, вот есть такие вещи. Вашей дочери сколько лет и какую книгу вы сейчас ей читаете? Моей дочери 2,8. Мы читаем много разных книг. Нет книги любимой. Они появляются любимой... Одну неделю мы можем зачитать одну книгу до дыр, вторую неделю вторую. То есть, у детей это все очень быстро меняется. У них это зависит от их степени взросления, от настроения. И у меня дома достаточно большая уже детская библиотека. Но дочка, она прекрасно знает, где какая книга у нее стоит, на какой полке. И она говорит, мам, давай почитаем. Я говорю, давай, что ты хочешь? Я всегда предоставляю ей выбор. Она же еще такая маленькая. Неужели вот есть уже вот это осознание, понимание, о чем эта книга и вот что она в себе несет? Конечно. На то это вот... Они все такие разные. И поэтому ребенок, конечно же, понимает, какое у него сейчас настроение и какую книгу он хочет сейчас почитать. Бывают моменты, когда, например, такая книга «Непогода». Очень теплая книга про то, как все мамы во всем мире, ну тут на примере животных показано, читают вместе с малышами книги. То есть, вот, пожалуйста, вот мама, и у нее лежит в обнимку тут, она лежит в обнимку с детенышем в море. Это гроза, а мама вместе с малышом в домике сидят, вот в теплом домике и не боятся грозы. Там вот какой-то ветер тут воет, вот маленький совенок, и он потом вот вместе с мамой в обнимку. Здесь еще такие довольно-таки реалистичные картинки. То есть, получается, вы читаете и показываете, да, чтобы ребенок это воспринимал не только на слух, но и зрительно. Ну, ребенку достаточно там прокомментировать картинку один раз, он дальше уже сам прекрасно видит. Вообще, дети, они, конечно, замечают нюансы. То есть, если мы фокусируемся больше на каком-то крупном плане, то ребенок, она может сказать, ой, мама, смотри, здесь листочек летает или еще что-то. В общем, вот такая теплая книга, например, про маму и ребенка. И когда дочери хочется, ну вот, нежности, тепла, полежать со мной в обнимку, она может принести эту книгу. Когда она заскучает о... там, папа на работу пошел, она скучает о папе, она может принести вот эту книгу. Потому что здесь книга о том, как отцы растят своих детей. Именно очень такая познавательная книга, которая, в принципе, я рекомендую ее читать не только детям. Вернее, не то, чтобы мамы читали детям, а чтобы отцы читали детям. Просто вот подсунуть ее папе и сказать, почитай. И когда папа ее открывает, он видит, что во всем мире, на самом деле, морские коньки и еще множество-множество всяких рыб вынашивают икринки сами, папы, не мамы. И папы читают и понимают, что, ага, в природе-то на самом деле очень много историй взаимоотношений отцов и детей, именно отцов. И, то есть, это вот книга про пап и детей. Текст ребенок он читать не умеет. И текст родителей, он может что-то менять в тексте, импровизировать. А вот картинку, которую смотрит ребенок, это, конечно, важно. И я за то, чтобы давать вот именно разные, разные картинки, чтобы у ребенка формировался вот этот разный вкус. Потому что все-таки наша вот классическая литература детская, она все же вот в одном стиле вся отрисованная. Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, до какого возраста можно детям читать именно такие вот приключения, сказки? И с какого возраста можно уже переходить на какую-то такую более серьезную литературу? Или это такой вопрос? Это вообще зависит от ребенка. Тут, кстати говоря, вот подсовывая ребенку разные книги, тут родитель, умный, наблюдательный родитель, он как раз-таки увидит, что интересно ребенку. То есть какая-то книга не зашла сейчас, окей. Может, какие-то энциклопедии понравятся, да, вместо тех же приключений ребенка. Да, и сейчас очень много такого нон-фикшена для прям маленьких детей. Вот у нас есть дома книга, я ее не принесла, там, как работает маяк. У меня дочка, казалось бы, какая маленькая, а ей так это интересно, потому что там опять такие интересные иллюстрации и так далее. И там техническая сложная, вернее, инженерно сложная конструкция маяк, она описана вот как бы для детей и ребенка. Простыми словами. И да, вот это все с иллюстрациями. Поэтому это вот, это зависит от ребенка, от книги, от родителя, насколько, может быть, ему это интересно. Еще от автора, да, есть же авторы, которые подают информацию очень сложно, а есть вот, которых читаешь прям легко. Да, от переводчика, от издательства, но я повторюсь, наверное, еще от родителя. Просто если вы будете, да, вот это бу-бу-бу-жу-жу-жу, то ребенка это не заинтересует. Да, а если вы сами там вот увлечены, ребенок, ага, маме это интересно, может быть, и мне это интересно. Да, ничего, что же там дальше. Да, может быть, и мне это интересно. Честно говоря, сложно представить, какую часть вы принесли сюда и что у вас за библиотека дома. Расскажите, где вы вмещаете всю свою литературу? Да, дома, на самом деле, очень большая библиотека именно детских книг. Отдельная комната, наверное, существует. Практически так и есть, да, то есть целая такая стена, где стеллаж располагается. Располагается с книгами. Когда у меня появился ребенок, я перестала покупать книги себе и стала их читать в электронном варианте. Потому что я поняла, что для моих книг, ну, мне просто жалко, на самом деле, место на книжных полках. И как бы взрослые книги ты прочитал один раз. Ну, я не перечитываю книги, потому что есть масса других каких-то интересных книг, которые хочется прочитать. А вот детская, да, я поэтому перестала покупать себе. За счет этого экономится немножко места. И я это все заполняю детскими книгами. Насколько я знаю, совсем недавно вы проводили урок, ну, в рамках Мамбукса, да, по скорочтению. Расскажите, пожалуйста, что это за такой метод и чем он именно полезен? Чем он интересен, уникален? Я, конечно, вдохновилась сама, читая книгу про скорочтение и побежала быстрее рассказывать вот мамам, которые ходят к нам в клуб. Потому что мне прям захотелось, чтобы об этом, да, узнали все и вообще все этой суперспособностью овладели. Как я поняла из, опять же, того материала, который я изучила, прочитала, это такой метод, который позволяет вам не только читать быстрее, а, следовательно, экономить время. Это метод, который позволяет запоминать лучше. То есть с чем связано то, что мы не любим читать, мы часто откладываем чтение, мы, например, читаем, и наши мысли куда-то улетают. Проблема заключается в том, что наш мозг воспринимает информацию очень быстро, а читаем мы намного медленнее. И вот это вот мы пока читаем, 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 мозг, он уже это все воспринял, он начинает улетать куда-то, вернее, мысли наши не мозг, конечно. Потому что ему не хватает этой информации. И если мы будем читать быстрее, мозг, ему просто нет возможности переключиться на какие-то другие мысли. Следовательно, чем быстрее вы читаете, тем больше ваши мысли погружены в текст, и тем больше процент запоминания. Потому что вообще считается, что вот вы прочитали книгу, сразу на следующий день после прочтения вы помните там где-то 70-80% информации, а через неделю вы вспомните только 30%. И это, к сожалению, очень, ну, прям так жалко, ты две недели или месяц читал какую-то книгу, ты потратил на это время, а потом ты что-то помнишь оттуда очень мало. Отрепки. Поэтому важно тренировать скорочтение, чтобы нагружать мозг, чтобы именно прочитав книгу, ты просто потом это все нес как бы в течение жизни, эти знания. И в скорочтении там есть несколько техник и несколько скоростей именно. То есть на любом сайте, там, не знаю, можете вбить прямо в Яндексе, там какое-нибудь, ну, скорочтение тоже самое. Вам выпадают какие-то сайты, где люди делятся или своим опытом, или это какие-то рекламные сайты, где именно можно купить эту программу по скорочтению. И там везде есть пример текста, вы можете прочитать текст, и, ну, там время фиксируется, за которое вы его прочитали. Собственно, вам технику чтения, помните, в школе, да, все сдавали. Вот, то есть вот ваша техника чтения там будет оценена на этом сайте специализированном. А потом вам предлагают, вот, если вы на первой скорости чтения, вообще 80% людей они читают на первой скорости. Вот как нас в школе научили, вот каждое слово мы проговариваем про себя, когда читаем. Потом можно переходить на вторую скорость, это читать уже не проговаривая не каждое слово, а прям целыми фразами. Ну, там свои особенности, там надо сидеть в определенной позе, держать книгу не менее 30 сантиметров от себя, потому что только в таком положении у нас работает периферийное зрение. То есть, чтобы захватить именно вот куски фраз. Вот. Потом там есть, значит, это фразами, можно читать там текст по диагонали, это третья скорость, четвертая скорость, это вообще по вертикали. Но на самом деле история знает немало примеров великих людей, которые обладали этой способностью, и вот они именно все велики. Там Наполеон, он за завтрак мог прочитать одну книгу. Только долгий у него завтрак был. Да, многие шутят именно по этому поводу. Ну, вообще это круто, конечно. Кстати, вы поступили, не знаю, там, в магистратуру и окончили ее за полгода, а не положенных два, потому что вы усвоили все это. Вы не потратили лишние деньги, вы не потратили лишнее время. Ну и вообще для себя, сколько в мире прекрасных книг. На самом деле это очень интересная теория. Если мы вот перейдем сейчас к практике, например, и вот прочтем хотя бы какой-нибудь абзац, можем мы это увидеть в действии? Нет, к сожалению, не получится, потому что это не работает вслух. Да, потому что именно я, если буду читать вслух, конечно, я должна вам проговорить каждое слово. Да, а именно считывая фразы блоками, это только про себя возможно сделать. Про детскую литературу мы с вами поговорили. Что вы сейчас читаете, что интересно для вас на данное время? Я стараюсь или читать две книги сразу, или по очереди. То есть это художественная литература, какая-то познавательная, художественная, познавательная. То есть не зацикливаться, год не читать только художественную или год только познавательную. Ну вот из прям совсем последних книг, которые мне очень понравились, такая книга «Пиши, сокращай». Мы же сейчас все с вами блогеры, все пишут что-то в соцсетях, на каких-то других ресурсах информационных. И нам нужно научиться писать так, чтобы нас читали. Не просто грамотно, не просто красиво, а чтобы это было читабельно. И вот такую книгу, она, кстати, я когда читаю, я все прям... Это прям говорящие названия? Действительно сокращения какие-то? Да, да. То есть вообще мы в письменный текст очень много привносим того из устной. Мы добавляем вводные конструкции, какие-то слова там. Это все не нужно. То есть когда человек читает, ему нужно больше смысла, больше сути, а не вот наши какие-то вводные конструкции, абстрактные какие-то понятия, метафоры и прочее. Иногда так хочется углубиться в какую-нибудь философию, идти по настроению. Да, но это, опять же, это вот художественный стиль, можно. Но если вам хочется прям вот, не знаю, вы работаете в ЖЭКе, вам нужно о том, что горячую воду отключают. Вот. И вот прям с этого книга начинается, зачем писать о том, что там... Там, короче, какой-то все время большой текст на дверь приклеивают, да, где, прочитав, где-то там только в конце, вы понимаете вот эти вот... Основную суть. ...период, да, когда отключают эту воду. Он говорит, зачем, зачем все это писать? Говорит, можно это все... То, что важно, там, выносите в первую очередь, чтобы человек не тратил много времени. Короче, уважайте своего читателя. Книгу очень люблю. Скажите, пожалуйста, как все успевать? Вот вы, помимо того, что вы ведете клуб, вы молодая мама, у вас также есть основная профессия, основной род деятельности во всех сферах, чтобы быть успешной. Как вам удается это? Читать. 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 Вот. Ну, правда, на самом деле, очень много информации. Понимаете, можно пойти по методу проб и ошибок. Там, не знаешь, не знаю, как приучить ребенка к горшку. И вот там тратишь кучу времени на то, чтобы... Но многие же мамочки прибегают именно в поисках такого совета именно к интернету, да? То есть, вбивают в Google нужный вопрос. Вот как все-таки уходить от этого и в людей привить к людям любовь к чтению литературы? Ну, я не знаю, у меня с ребенком была просто тоже, опять же, книжка. Там мышонок ходил на горшок. И я читала эту книжку, и моя дочь, она очень так прониклась этой идеей, и ей захотелось быть как этот маленький умный мышонок. Потому что в книге его все хвалят за это. Он говорит, какой ты молодец. И у ребенка как это мышонок молодец, я тоже хочу быть молодец, я пойду на горшок. Вот. То есть, читать, да. А как привить любовь к чтению? Пробовать. Пробовать читать разное. Если вам не понравилась какая-то одна книга, это не значит, что вы, в принципе, не любите читать. Ну, отложите ее, возьмите какую-то другую, ищите свой. Ну, это так же, как с рисованием. Говорят, что абсолютно каждый человек умеет рисовать. Хотя на практике... Наверное, да. Должно именно заинтересовать, да, что-то. То есть, должно появиться, должен появиться какой-то четкий образ, который именно тебя вдохновит. На вот это вот... Я сколько ни пробовала, у меня, к сожалению, вот что-что, рисовать у меня не получается. Ну, насколько я знаю, что вы поменяли профессию. Вот расскажите, как это вообще произошло в вашей жизни. И в лучшую ли сторону? Да, меняла профессию я даже не раз. Вот. Я сейчас работаю, ну, скажем так, по профессии, в принципе. Потому что именно то, чем я занимаюсь сейчас, это тесно связано с моим дипломом, с моей специальностью. А чем вы занимаетесь сейчас? Я преподаю русский язык, но преподаю его не нашим соотечественникам, а я преподаю иностранцам. То есть, да, это очень интересная работа с точки зрения... Тут важно не просто преподавать русский с его сложной грамматикой, лексикой такой широкой. А важно именно какой-то вот культурный код еще же развить в людях. В общем, профессия очень интересная. И поменяла я ее, опять же, вот, потому что ребенок. И я поняла, что заниматься в сфере, работать в сфере бизнеса, в которой я была до декрета, я не могу и, наверное, не хочу. Потому что тогда мне нужно было вот оставить ребенка и вернуться на работу. А сейчас та профессия, та работа, на которой я тружусь, я комбинирую. То есть, это та профессия, которая дает мне возможность видеть своего ребенка, заниматься, читать, вести книжный клуб. Но, опять же, мне помогла книга. Если все-таки возвратиться нам к мамбуксу, какие сейчас цели, задачи вот на ближайшее будущее вы ставите перед собой? Возможно, какие-то интересные занятия вы хотите провести, интересных людей пригласить. Да, мы, конечно, хотим интересных людей пригласить и приглашать, и приглашаем. И вот недавно у нас был специалист по тайм-менеджменту, например. И, оказывается, это тоже безумно популярно среди мам. Тоже пришло очень много мам, потому что все хотят все успевать. И тайм-менеджмент, это просто сейчас вот очень популярно. Мы в прошлом году выиграли, мы стали лауреатами премии Подмосковья. И, конечно, в этом году хочется не снижать обороты. Хочется, если премия продлится на этот год, то, конечно, хотелось бы еще раз. Потому что, вкусив эту победу, хочется снова. С таким проектом? Как назывался проект? Вот, с мамбуксом. Да, книжный клуб мамбукс, он так и назывался. Мне очень приятно, что нас заметили и оценили. Что еще приглашать? Мы часто говорим мамам. То есть мы проводим в соцсетях опросы, например, на что вам было бы интересно. Какая тема вас интересует, какую книгу вы хотите обсудить. И уже часто отталкиваясь именно от запросов, мы тоже читаем по заказу. То есть нам мама говорит, мы хотим про это. И я, и вот моя соведущая Ольга Клейман, мы берем книги про то, что хотят мамы, читаем и приходим им рассказываем. То есть такое тоже бывает иногда. А мамочки, они как-то взаимодействуют, они интересуются, задают вопросы? Или они чисто как слушатели? Нет, это прям вообще. Мы можем принести какую-то книгу, сказать, вот там-то так-то, и мамы могут сказать, да мы не согласны. И бывает такое, что прям вообще не согласны с автором. То есть идут прям бурные такие разногласия. Да, бывают согласны, бывают говорят спасибо, мы что-то для себя поняли, уяснили, да, по-разному. Что ж, Оксана, я вас благодарю за интересную беседу. Спасибо. Было очень приятно с вами познакомиться. Приходите к нам еще. Ну а вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.